всем привет показываю вам свою пятнистую старушку и так называю это моя самая буквально старая орхидея одна из самых старых которые я уже даже отрезала и голову вот это вот омолаживание и так далее вот такая она такая не какая-то знаете необычная на самом деле она должна чуть-чуть так побольше раскрыться почему-то она в этот раз у меня какими-то такими тюльпанчиками ну шикарная она очень шикарная еще она ценно тем что она постоянно вот еще вы знаете вот тут вот какие то вот заращивает вот эти вот красоту вот это и будет таким еще может быть букетиком либо вот это вот ветка вся цветет потом ее обстригаю не вырастает новое это вот возвращаясь к вопросу о том что насчет обстригания цветоноса никогда не обстригаю когда вижу что почки проснулись ну или знаете есть тенденция к этому а если цветонос такой обычно не какущий можно конечно знаете спровоцировать снять чешуйку не знаю там намазать пастой специальный для этого но я думаю что природу насиловать не стоит орхидея сама должна захотеть цвести если она не хочет тоже так как бы кощунство и и заставлять такая она у смотрите прям такие волнистые у нее вот эти лепесточки вообще классная но и хочу сказать что опять опять она вот в таком состоянии то есть опять эти бесконечные корни наращенные сверху грунта пересаживалась она у меня 9 февраля 22 года здесь у него записано вот ну это наверно и было омоложение так думаю надо поискать видео чтобы точно понять в общем я намекаю на то что когда она цветет я буду естественно опять пересаживать углублять не знаю больше горшок давать не хочется чтобы так вот зарыть знаете взять перевалить и зарыть и всегда об этом говорю что и так ставить некуда еще вот эти узнаете огромные горшки просто вообще не мне так они не нужны то есть я стараюсь посадить либо меньше либо в такой же горшок ну либо совсем маленький то чуть больше но не более того вот так что вот такая у меня красотища она еще конечно не полностью распустилась только вот у нее начался процесс вот этот вот так а на пересадочку то я нашла попроще орхидейку попроще поменьше что-то она мне вот эта орхидея тоже в этом году помню не цвела что-то там у нее было с перепадом тоже вот у меня видите листик маленький вырос тоже что-то связано с засухой очередной вот но сейчас она пошла хорошо посмотрите прям замечательно за зиму она прям так окрепла но вот эти корни в общем-то хочется куда-то спрятать вот это у меня бургун бургундское шампанское очень красивая орхидейка вот мы с вами сегодня к быстренько сейчас ее это попытаемся заглубить спасите помогите ай-яй-яй вот поэтому собственно листик был маленьким потому что влаги не хватало корни все были практически подохшие я прошу прощения за мой французский этот лист вот хоть и такой он прочненький вроде но здесь уже два корня сверху поэтому я его конечно уберу будем ее в принципе я так думаю что оживлять так у нее листья хорошие так тургор в норме вот но хочется же заглубить ее вот так вот по самому не балуйте так керамид у нее здесь хороший ну за исключением немножечко тут это но я сейчас быстренько делаю справлю немножко есть колотого а так в принципе хороший я свет забыл включить делаю красиво опа не горит что-то цвет не горит у меня что-то лампа не горит сейчас так 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 опа есть контакт так то лучше да поярче будет вот 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 так что сейчас мы корешочки то быстренько и подровняем подровняем это дело я люблю знаете оба прямо оптом опа 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 америка европа так это не актуальная да сковороговорка такая сейчас ну ладно так ну что тут у нас что тут мы имеем что имеем имеем что имеем вот так мы имеем все опа как вы любите как вы ждете прям всех так ну что прям даже все как то я быстро управилась прям так но этот лист пока не буду трогать потому что потому что потому что потому ничего не предвещает беду только надо будет ее сейчас это сполоснуть горшочек умыть и в принципе туда же обратно быстро посадить это мы сейчас быстро организуем так быстренько сейчас мы ее помоем вот так вот этот лист конечно мне тоже не нравится вот этот ну ладно мы его пока оставим вот так вот вот так вот я мою вот так вот такое душевание так и можно немножечко корешочки еще подержать водички вот так чуть-чуть чтобы они стали более такими знаете податливыми кто ты там сидишь мурзик а что ты там сидишь у него там корыто с водой мурзинь ты попил воды как я только начинаю снимать видео он либо храпит на всю комнату либо он пьет вот так стоит вот так хлебает ну что ты продолжай а я посмотрю как ты пьешь тебе же надо пить когда я видео снимаю чтоб слышно было прям на всю комнату мурзинь что там что что в общем продолжим вот такие у нас корешульки все у нас замечательно шею тоже я намочила некоторые будут спрашивать а что вы ничем не обрабатываете ну потому что ну вот не обрабатываю я ничем если оно не гнилое ничего там болезни никаких нет с ней ничего не случится если есть заболевание то тут мне кажется если оно пошло если оно уже было то оно уже там сидит и уже ничто не поможет но это мое такое мнение ну а теперь давайте посадим посадим эту орхидейку наконец-то в горшочек такс как это у нас будет выглядеть как-то так вот этот лист не нравится мне нравится но пусть будет пусть так и быть оставлю ей немножечко листиков заглубляю потому что корни вот тут вот 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 так вот торчат чтобы они конечно были зарыты придется немножко заглубить ее за счет этого грунта у нее меньше зато что я заглубляю правильно ну и корней то в принципе не шибко то много поэтому ей такая посадка подойдет все падает падает на пол керамзит катится и катится так ну вот как-то наверное вот так вот будет теперь она выглядеть вот так вот горшок это ее и даже все этикетки на месте так вот замечательно вот куда ты закатился вот вот керамзит сейчас попрыскаю немножечко чуток совсем чуток без фанатизма помните да сильно не надо для начала корни вот корния конечно как могла помочила но блин что то они не хотят в воду себя впитывать сразу поэтому им еще надо привыкнуть к улажности Поэтому так вот мы их попрыскаем еще. Вот так. Понятно, да, как я делаю? Воды на дне нет как бы. Вся она так распределилась аккуратно по горшочку. Капли, капли, капли. Эта капля потом раз в корень, раз в корень ее заберет. Вот, ну, после пересадки, я вот уже много раз говорила, после каждой почти пересадки, далеко не убираю орхидеи, она у меня на глазах, потому что если я уберу, я забуду. Стоят вот у меня где-то поблизости здесь, например, на столе, и я их подпрыскиваю каждое утро. То есть утро у меня начинается вот с этого, с закрытыми глазами, еще так шик-шик, шик-шик, каждый, который пересадила, потому что к утру следующего дня, ну, как бы, да, за ночь уже все подсохнет, еще учитывая того, что в квартире все-таки жарко. Отопление нам дали, если кто переживает. Отключали на сутки, что-то ремонтировали, кто-то меня там спрашивал, как же так в Питере зимой отопление отключили. Да, вот так у нас бывает. Мурзик очень мерз, спал у меня под двумя одеялами вместе с нами. Вот, ну, сейчас все в порядке, опять жарко, опять жарко. Поэтому все будет пересыхать моментально. Вот, ну вот, в принципе, как бы и все. Посадочка закончена. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok